Это Моголь ТВ и в этом видео тебя ждут 10 необычных загадок и головоломок, которые проверят твою сообразительность. В комментариях под видео не забудь написать, на сколько загадок ты ответил верно. Номер 1. Найдите на этой картинке один лишний предмет. И напишите сразу в комментариях, почему он лишний. Единственный смайлик без очков находился здесь. Ставьте лайк, если смогли найти и идем дальше. Номер 2. Вас заперли в комнате. В ней нет потолка. Высота стен почти 4 метра. В комнате есть бочка высотой 1 метр. Железный сейф высотой 40 сантиметров. Веревка длиной 3 метра. Ваш рост 180 сантиметров. Комната постепенно заполняется водой. И к концу дня вода дойдет до самого верха. Самое неприятное в данной ситуации, что вы не умеете плавать. Как же вам выбраться из комнаты? На самом деле, все, что вам нужно, это бочка. Ведь она деревянная. Крепко уцепившись за нее, вы будете держаться на поверхности воды и сможете выбраться. Номер 3. Однажды утром вы заблудились в джунглях. До своего лагеря вы можете добраться тремя разными способами. Если вы пойдете в первом направлении, то на вашем пути встретится огромное количество ядовитых летучих мышей. На втором направлении вас ждут ядовитые змеи. На третьем направлении вас ждет воинственная стая обезьян, которые набрасываются на каждого человека. Какой путь вам выбрать, чтобы безопасно добраться до вашего лагеря? Если вы внимательно слушали условия, то заметили, что дело происходит утром, а летучие мыши, как известно, охотятся ночью. Так что первый путь для вас самый безопасный. Номер 4. Группа друзей решила проникнуть в заброшенный дом, в котором, по легенде, обитают призраки. Когда они подошли ко входу, то один из друзей сказал, что он ни за что не зайдет внутрь и будет ждать на улице. Подумайте и ответьте, что же его так смутило? Самый внимательный из друзей заметил, когда они подошли к дому, что около него много следов. Но все они ведут исключительно внутрь дома, а следов в обратном направлении нет. Значит, оттуда никто не выходит. Номер 5. В небольшом поселке утром случилась авария. Из-за нее произошел сбой с подачей электричества и водоснабжения. Вечером того же дня в своей спальне был найден убитым мужчина. Следствие допросило всех, кто находился в доме в момент убийства. Жена убитого утверждала, что принимала ванну на момент убийства. Горничная сказала, что протирала пыль в доме. Сын убитого сказал, что он слушал музыку. Кто же из них убийца? Убийцей является жена. Утром того же дня произошел сбой электричества и водоснабжения. А значит, она не могла принимать ванну из-за отсутствия воды. Номер 6. В семье 5 сестер. И в данный момент каждая из них занята делом. Первая читает книгу. Вторая играет в шахматы. Третья готовит еду. Четвертая стирает. А чем же занимается пятая сестра? На первый взгляд, это нерешаемая загадка. Но на самом деле она очень проста. Пятая сестра играет в шахматы. Так как в условиях задачи говорилось, что одна из сестер играет в шахматы. Но разумеется, делает она это не в одиночку. Номер 7. Кто-то украл со стола директора фирмы важные документы. Он вызвал к себе троих подозреваемых. Секретарша сказала, что она ничего не брала. Заместитель утверждал, что тоже ничего не брал. Помощник руководителя сказал, что это была секретарша. Директор знает, что лишь один из них говорит правду. Кто же украл документы? Правильный ответ. Документы украл заместитель. Известно, что лишь один из них говорил правду. А значит, это была секретарша, которая утверждала, что она ничего не брала. А заместитель и помощник руководителя солгали. Номер 8. Найдите лишний предмет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Номер 9. Мост соединяет две скалы, между которыми пропасть. Вам нужно перейти на другой конец моста с двумя яблоками. Но мост настолько старый, что выдержит только ваш вес и одного яблока. Как же вам перейти на другую сторону моста с двумя яблоками? При том, что возвращаться нельзя. Вы можете пройти только один раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта загадка отлично проверяет вашу находчивость. Вам всего лишь нужно идти по мосту и жонглировать яблоками. Тогда на протяжении всего пути у вас в руках будет только одно яблоко, а второе в воздухе. Номер 10. Вы стоите у забора и видите сразу 6 пар лошадиных ног. Сколько лошадей стоит за забором? Многие ошибаются при ответе на эту простую, но хитрую загадку. За запором стоит 3 лошади, так как у каждой лошади по 2 пары ног. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок из 10 вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok